Здравствуйте, дорогие третиклассники! Сегодня мы с вами отправимся в волшебный мир сказки, а дверь в этот волшебный мир нам откроет замечательный великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Сегодня мы с вами, ребята, будем изучать вступление к поэме Руслан и Людмила. И можно сказать, вот это вступление является как бы лейтмотивом всех сказок Пушкина. И это как бы вступление открывает нам дорогу в мир русской сказки. Давайте перейдем к изучению этого стихотворения. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны. Там о заре прихлынут волны, на брег песчаный и пустой. И тридцать витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных. И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою егой идет-бредет сама собой. Там царь кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый. Свои мне сказки говорил. Ребят, понравилось стихотворение? Очень красивое стихотворение. Обязательно выучите его наизусть. И оно является как бы открытой дверью в мир русской сказки. А сейчас перейдем к грамматической части нашего урока. И повторим наше знание о составе слова. Давайте сначала вспомним, какая наука изучала состав слова. Верно, ребята, это наука морфемика. И каждая часть слова еще в грамматике называют морфемами. А теперь давайте проверим наше знание о каждой морфеме. Мы знаем, что в слове четыре значимые части. Это корень, приставка, суффикс и окончание. Давайте вспомним, что означает каждая из этих морфем. Приставка стоит перед корнем и служит для образования новых слов. А что такое корень? Корень – это общая часть родственных слов. Мы с вами знаем, что в корне заключено лексическое значение слова. Это считается самой главной частью слова. Суффикс стоит после корня и тоже служит для образования новых слов. Следовательно, давайте вспомним, какие части слова участвуют в образовании новых слов. Только приставка и суффикс. Теперь давайте проверим наше знание об окончании. Окончание – это изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в предложении. Мы с вами знаем, ребята, что при изменении окончания меняется грамматическая форма слова. То есть не однокоренное слово получается, а только грамматическая форма этого слова. А теперь давайте попробуем применить наше знание и решить кроссворд. Первый вопрос – изменяемая часть слова. Давайте вспомним, что является изменяемой частью слова. Конечно же, это окончание. Давайте впишем ответ. Окончание является изменяемой частью слова. А что называем часть слова без окончания? Верно, ребята. Частью слова без окончания мы называем основу слова. Это основа. Третий вопрос. Часть слова, которая находится перед корнем и служит для образования новых слов. Молодцы, ребята. Это приставка. Мы с вами знаем, что приставка стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Четвертый пункт. Часть слова, которая находится после корня и служит для образования новых слов. Конечно же, это суффикс. Вы знаете, что в слове суффикс удвоенное согласное «ф». И последний вопрос. Главная значимая часть слова, в которой заключено общее значение всех однокоренных слов. Конечно же, ребята, это корень. Молодцы, ребята. Мы с вами повторили все наши знания о части слова. А теперь давайте поиграем в игру «четвертый лишний». Ребята, из каждой четверки слов мы должны выбрать лишнее слово по какому-то определенному признаку. Для этого мы с вами должны прочитать эти слова и выбрать одно слово, которое к остальным не подходит. Горка сгорел при горок горняк. Что мы замечаем в этих словах? Верно, ребята. Мы замечаем, что в этих словах одинаковый корень. А все ли они являются однокоренными? Мы с вами знаем, что в однокоренных словах не только повторяется корень, но и по смыслу они должны подходить друг к другу. Горка сгорел при горок горняк. Мы видим, что горка при горок горняк, все эти слова образованы от слова гора. И только слово горел тоже имеет корень гор, но по смыслу он к этим словам не подходит. Следовательно, слово сгорел это лишнее слово. Мы его исключаем. Следующая четверка слов носить, носовой, носик, нос. У всех этих слов корень нос. Но давайте посмотрим, а по смыслу они все произошли от одного и того же слова? Носовой, носик, нос произошли от слова нос, то есть часть лица человека. А слово носить это глагол, который к слову нос отношения не имеет. Следовательно, лишнее в этой четверке слово носить. Следующая четверка слов лесник, лес, лестница, лесистый. Мы видим, что слова лесник, лес и лесистый образованы от слова лес. А слово лестница имеет отношение к слову лес? Конечно же нет. Следовательно, в этой четверке мы исключаем слово лестница. Молодцы, ребята, вы очень хорошо справились с заданием. А теперь выполним еще одно задание. Выберите лишнее слово в каждом ряду. Здесь, ребята, мы видим, что вроде бы слова не однокоренные. Следовательно, мы будем выбирать по другому признаку. Давайте посмотрим, какой общий признак есть у этих слов. Грибок, ветерок, сурок, мелок. Заметили? Верно, ребята. Все эти слова имеют такую частицу. Ок. А давайте посмотрим. Мы с вами знаем, что ок может являться суффиксом. Посмотрим, в каждом ли из этих слов ок будет суффиксом. Грибок, корень гриб, ок, суффикс. Ветерок, корень ветер, ок, суффикс. Сурок – это животное. И сурок полностью входит в корень. Следовательно, ок в этом слове суффиксом не является. А теперь давайте проверим последнее слово. Мелок. Мел – это корень, а ок – суффикс. Мы видим, что из всех этих слов отличается только слово сурок. Второй ряд слов. Зимушка, старушка, ушки, игрушка. Мы видим, что в каждом из этих слов повторяется часть такая, ушк. Давайте проверим, везде ли, в каждом ли слове ушк является суффиксом. Зимушка. Зим – корень, ушк, суффикс. Старушка. Стар – корень, ушк, суффикс. А в слове ушки, ушк будет суффиксом? Конечно же, нет. Здесь корень – уш, а к – только суффикс. В слове игрушка – игр, корень, ушк, суффикс. Мы видим, что в этих трех словах суффикс – ушк, и только в слове ушки, ушк не является суффиксом. Следовательно, вот это слово и исключаем. А теперь перейдем к разбору третьего ряда слов. Налить, наказывать, написать, нахвалить. Мы видим, что все эти слова начинаются с частицы «на». Давайте определим, в каждом ли слове «на» будет приставкой. Налить – ли у нас будет корнем «на» приставка. Наказывать. Мы видим, что корень будет «наказ». Следовательно, «на» не является приставкой. В слове «написать» – корень «пис» на приставка. В слове «нахвалить» – хвал корень на приставка. Мы заметили, что только в слове «наказывать» «на» входит в корень. Следовательно, это слово мы исключаем. Последняя тройка слов – «приехать», «приоткрыть», «природный». Мы с вами видим, в каждом из этих слов встречается часть слова «при». Давайте определим, в каждом ли слове «при» будет приставкой. «Приехать» – корень «ех». «При» в корень не входит, находится перед корнем, следовательно, это приставка. «Приоткрыть» – корень ОТК РЕ. И «при» будет приставкой. «Природный» – природный от слова «природа». Значит, «при» вошло в корень. Следовательно, в этом слове «при» не является приставкой. Значит, мы исключаем это слово. Ребята, все последние задания научили нас верно выделять корень, приставку и суффикс. А теперь давайте вспомним алгоритм разбора слова по составу. Перед тем, как разобрать слово по составу, нужно выделить окончание. Давайте вспомним, как мы выделяли окончание. Для этого мы изменяем форму слова. Если это существительные, мы можем поменять по числам или по падежам. Если это прилагательные, мы можем поменять по родам, по числам, по падежам. А если это глаголы, вы можете поменять по временам или по числам. И так сможете легко определить окончание. После того, как мы выделим окончание, выделяем всю неизменяемую часть слова. А вся неизменяемая часть слова является основой. То есть выделяем основу. Затем в основе выделяем корень. Корень как мы выделяем? Верно, ребята, подбором однокоренных слов. Мы подбираем несколько однокоренных слов, и какая часть повторяется в каждом из этих слов, она войдет в корень. И в конце, перед корнем, часть слова перед корнем мы выделим как приставку, и часть слова после корня мы выделим как суффикс. Вспомнили? А теперь давайте применим наши знания при выполнении упражнения. И выполним упражнение 275 на странице 186 ваших учебников. Нам следует разобрать по составу данные слова. Давайте приступим к работе. Слово березка. Значит, по алгоритму мы сначала должны выделить окончание. Березка. Нет березки. Подойти к березке мы видим, что меняется буква А. Следовательно, она войдет в корень. А теперь после окончания выделяем основу, и в основе мы должны с вами выделить корень. Для этого подбираем однокоренные слова. Березка, березонька, березовый. Мы видим, во всех однокоренных словах повторяется корень берез. Следовательно, эта часть слова войдет в корень. И после корня у нас остается часть слова, которая будет являться суффиксом. Следующее слово. Река. Вновь выделим окончание. Нет реки. Подойти к реке. Мы видим, изменилось А. В основу входит рек. А теперь подберем однокоренные слова. Река, речушка, речка. Мы видим, что во всех однокоренных словах повторяется эта часть. Просто К чередуется с буквой Ч. Это случается, бывает. Следующее слово. Слово подъезд. Давайте поменяем это слово. К подъезду. У подъезда. Мы видим, что окончание появляется, но в данной форме окончания нет. Следовательно, здесь нулевое окончание. И полностью все слово входит в основу. Давайте выделим корень этого слова. Ездить, подъезжать, уезжать, ездок. Мы видим, во всех этих словах повторяется часть ЕС. Следовательно, она войдет в корень. И часть слова перед корнем мы называем чем? Приставкой. Следующее слово. Слово школьный. Вновь поменяем. Это прилагательное. Следовательно, можно поменять по родам. Школьная, школьное. Мы видим, что меняется окончание И. В основу входит вот вся неизменяемая часть. Подберем однокоренные слова к слову. Школьный. Школьник. Школа. Следовательно, повторяется часть школ. И остается часть слова после корня. Суффикс Н. Слово погрузка. Это существительное. Поменяем по числам или по падежам. Погрузка. Нет погрузки. А погрузки мы видим, что меняется часть А. Вся неизменяемая часть это погрузы К. А теперь давайте подберем однокоренные слова к слову погрузка. Грузить. Грузчик. Мы видим, что во всех этих словах повторяется корень груз. У нас остались части слова перед корнем и после корня. Перед корнем часть слова будет приставкой, а после корня суффиксом. И последнее слово. Слово городской. Это слово прилагательное. Поменяем его по родам. Городской. Городская. Городское. Городские. Мы видим, что меняется окончание О. И вся эта часть войдет в основу. А теперь подберем однокоренные слова, чтобы выделить корень. Города. Городище. Пригород. Мы видим, что во всех этих словах повторяется часть город. Остается часть слова после корня. С. К. Молодцы, ребята. Вы очень хорошо справились с заданием. А теперь перейдем ко второму пункту задания. Нам нужно определить, какие слова подходят к данной схеме. Мы с вами только что разобрали эти слова. И значит, к первой схеме подойдет слово подъезд. То есть под приставкой ест корень и нулевое окончание. Ко второй схеме подойдет слово погрузка. Груз корень к суффикс, а окончание по приставке. И к третьей схеме подойдет слово река. Это слово состоит только из корня и окончания. Ребята, попробуйте придумать слова, которые могут подойти к каждой из данных схем. И дополните своими вариантами. А теперь домашнее задание. Прочитайте сказку Саши Черного «Чудесный алмаз». Об этой сказке мы с вами поговорим на следующем уроке. И выполните упражнения 273 и 274 на странице 186 ваших учебников. До свидания, ребята. Увидимся на следующих уроках. Здравствуйте, ребятки. Мы на уроке математики. Тема нашего урока – порядок действий. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Выражение 3 прибавить 2 умножить на 4 равно. Но как решить данный пример? Примеры, в которых много действий, всегда надо начинать, если есть умножение и деление, а затем только вычитание и сложение. Давайте рассмотрим. 3 прибавить 2 умножить на 4. То есть 3 клеточки. Надо прибавить 2 ряда по 4 клеточек. То есть 3 прибавить 2 умножить на 4 – 8 равно 11. 11 – это значение выражения. Следующее посмотрим. 3 умножить в скобочках 5 прибавить 2. 3 ряда умножить 5 желтых прибавить 2 красных. Получается, что 3 умножить на 7 равно 21. Если у нас выражение без скобок, мы начинаем с умножения деления, а затем только сложением и вычитанием. А те примеры, в которых есть скобки, ребятки, мы начинаем со знаками, которые в скобке, а затем за скобками. Откройте, пожалуйста, учебник страницы 120 и выполним задание первое. Найдите значение выражения со скобками и без скобок. 5 прибавить 4 умножить на 10. Первое действие у нас. 4 умножить на 10 – знак умножения, а второе действие, верно, знак сложения. 5 прибавить. 4 умножить на 10 – верно, 40. И мы получим 45. А теперь посмотрите тот же самый пример, только у нас со скобочками. 5 прибавить 4. Это у нас будет первое действие, а затем мы это умножим. 5 прибавить 4 – 9. И 9 умножить на 10 – верно, 90. 8 прибавить. 2 умножить на 7. Первое действие. Правильно. Знак умножить. А вторым прибавить. Значит, мы должны 8 прибавить 14. И равно 8 прибавить 14 – 22. Обратите внимание, здесь у нас пример со скобками. 8 прибавить 2. Затем то, что мы получим, надо умножить на 7. Значит, первое действие. В скобках знак сложения, а затем за скобками знак умножения. 8 прибавить 2 – 10. И мы 10 умножим на 7. И получим 70. Следующий пример. 5 умножить на 4 и прибавить 36. Первым действием верно, знак умножения. Затем сложения. 5 умножить на 4 – 20. И прибавим 36. И мы получим 56. 5 умножить в скобочках. 4 прибавить 36. Первое действие. Молодцы. То, что в скобках. Затем за скобками знак умножить. 4 прибавить 36 – 40. Значит, мы должны 5 умножить на 40. И мы получим 200. Следующий. 6 умножить на 7. Прибавить 18. Первое действие – знак умножения. Второе – сложение. 6 умножить на 7. Верно, 42. И мы прибавим 18. И получим 60. И следующее. 6 умножить в скобочках. 7 прибавить 18. Первое действие. Верно то, что в скобочке. Знак умножения. Знак сложения. А вторым действием пойдет знак умножения. 7 прибавить 18. Правильно. 25. И 6 умножить на 25. 6 умножить на 25. 6 умножить на 5 единиц – 30. 0 запишем. И 3 десятка запомним. 6 умножить на 2 десятка – 120. И прибавим на 3 десятка – 150. На этой же странице давайте выполним с вами задание третье. Найдите значение выражения. Посмотрите на наши примеры. 5 умножить в скобочках. 75 вычесть 70. Как вы думаете, с чего мы начнем? Верно, все то, что находится в скобках. А в скобках у нас знак вычитания. Значит, первое действие. Затем то, что за скобками. Второе действие будет знак умножения. Первое действие. 75 минус 70. 75 минус 70. 5. И вторым действием. 5 умножить на 5 равно, верно, 25. И мы запишем с вами 25. Следующий пример. 8 умножить 100 минус 96. Знак вычитания. Вторым умножение. Значит, мы должны первое действие. 100 вычесть 96. 6, это у нас будет, верно, 4. Вторым действием. 8 умножить на 4. 32. В ответе запишем 32. 254 вычесть. 7 прибавить 2 в скобочках. И умножить на 4. Как вы думаете, с чего мы начнем? Верно, со скобочек, знак, сложение, это первое действие. А затем то, что за скобками. Ребятки, обратите внимание, за скобками у нас знак вычитания и знак умножения. Вторым действием. Верно, будет знак умножения. Второе действие, затем вычитание. Третье действие. Первое. 7 прибавить 2. Запишем. 7 прибавить 2. 9. Второе действие. Значит, мы должны результат первого действия умножить на 4. 9 умножить на 4. И мы получим, верно, 36. А затем, ребятки, посмотрите. У нас третьим действием надо вычесть. 254 минус то, что мы получили правильно. Второе действие. Третье действие. 254. Вычесть. 36. 14 минус 6. 8. 4 минус 3. 1. И 2. Спускаем. Получается 218. Запишем. 218. Следующее выражение. Обратите внимание, что здесь у нас скобочек нет. Значит, мы должны правильно обратить внимание. Первым действием у нас знак деления. Значит, это будет первое действие. Затем у нас есть знак умножения. Второе действие будет умножить. И следующее у нас идет вычитание. Третье действие мы все это вычтем. Первое. 54 разделим на 9. И мы получим, верно, 6. Вторым действием мы должны что сделать? Результат первого действия умножить на 7. 6 умножить на 7. И мы получим 42. И третьим действием мы результат второго действия должны вычесть 23. 42 вычесть 23. Обратите внимание, что 2 единицы отнять 3 у нас не получится. Мы идем правильно в гости к десяткам. Возьмем один десяток, получится 12. 12 минус 3 – 9. 3 минус 2 – 1. Итого 19. Запишем результат. Ответьте на вопросы. На сколько произведение 4 умножить на 26 больше, чем произведение 3 умножить на 26? Обратите внимание. 4 умножить на 26 и 3 умножить на 26. Не решая, как можно это определить. Правильно, ребятки. Здесь у нас в первом множителе 4, а в данном примере в первом множителе у нас 3. Насколько правильно? На одну единицу. Получается, что у нас разница должна получиться в 26. А теперь мы с вами проверим, верны ли наши мысли. Мы 26, как нам удобно, умножим на 4. 6 умножить на 4 – 24. 4 запишем, 2 запомним. 4 умножить на 2 – 8. И 2 – 10. У нас получилось 104. А следующий 3 умножить на 26 мы запишем, как нам удобно. 26 умножить на 3. 3 умножить на 6 – 18. 8 запишем, 1 запомним. 3 умножить на 2 – 6. И 1 – 7. 78. А теперь давайте узнаем разницу. Нам нужно 104 вычесть в 78. От 4 единиц 8 не получается отнять, и мы идем в гости к десяткам. Десяток нету, 0. Идем к сотне. У нас получается 14, а здесь у нас будет 9. 14 минус 8 – 6. И 9 минус 7 – 2. Обратите внимание, 26. Значит, наши мысли были верны. На 26. Второе задание. Произведение 4 умножить на 207. Сеймур вычислил так. 800 прибавить 40, прибавить 28. И он получил 868. В чем он ошибся? Обратите внимание, ребятки. У нас 4 умножить на 207. Давайте мы с вами сами решим и сравним его результат. Итак, 4 умножить на 207. Как нам это записать? То есть 4 мы умножим на две сотни, и мы получим 800. Здесь он был, обратите внимание, прав. Следующее. 4 умножить на 0 десятков. Верно. У нас получится прибавить 0, а у него 40. Затем мы прибавим 4 умножить на 7 единиц. 28. Здесь у него результат правильный. Значит, у нас получается 800 прибавить 0 и прибавить 28. 828. Значит, в чем он ошибся? Правильно, он ошибся, когда решал результат в десятках. Значит, 40 он ошибся. На странице 121 выполним задачу пятую. В таблице указаны некоторые цены школьной столовой. Решите задачу, пользуясь таблицей. Обратите внимание на нашу таблицу. У нас в столовой продается 1 бутерброд по 25 гиппиков, 1 кусочек торта за 20 гиппиков, 1 стакан чая 10 гиппиков и 1 стакан какао 15 гиппиков. Задание первое. Три ученика купили по одному бутерброду и по одному стакану какао. Сколько денег они заплатили? Обратите внимание, у нас три ученика. Каждый ученик купил по одному бутерброду и по одному стакану какао. А мы с вами знаем, что бутерброд у нас стоит 25 гиппиков, а стакан какао 15 гиппиков. Значит, нам нужно что сделать? Верно. Первый способ. Мы 25 умножим на 3 и получим 3 умножить на 5, 15. 5 запишем, 1 запомним. 3 умножить на 2, 6 и 1, 7. 75 гиппиков – это у нас за три бутерброда. Три бутерброда. Затем второе действие. Мы узнаем за три какао. Они сколько заплатили? Значит, 15 мы умножим на 3. 3 умножить на 5 – 15. 5 запишем, 1 запомним. 3 умножить на 1 – 3 и еще 1 – 4. 45 гиппиков – это у нас цена трех стаканов какао. Три стакана какао. Затем, чтобы узнать, сколько всего они заплатили, нам нужно что сделать? Верно. Прибавить третьим действием 75. Мы прибавим 45. 5 прибавить 5 – 10. 0 пишем, 1 запомним. 4 прибавить 7. 11 и 1 – 12. Получается 120 гиппиков. А это? Верно. А это у нас 1 монат 20 гиппиков. Это у нас первый способ. А давайте найдем второй способ. Как нам решить вторым способом? Верно, ребятки? Мы можем 25 прибавить 15 и это все умножить на 3. 25 прибавить 15 и это все умножить на 3. 25 прибавить 15 мы получим, верно, 40. И умножить на 3. 4 умножить на 3 – 12. И нулик мы добавим. У нас получилось 120 гиппиков. А это мы с вами знаем. 120 гиппиков. Это 1 монат 20 гиппиков. Сколько денег они заплатили? Они заплатили 1 монат 20 гиппиков. На странице 121 выполним задание 5-е, 2-е. Два ученика купили по 2 куска торта и 1 стакану чая каждому. Третий ученик купил 1 бутерброд. Сколько всего денег заплатили ученики? Обратите внимание, по условию у нас 2 ученика. Каждый ученик купил по 1 куску торта и 1 стакану чая. По условию мы знаем, что 1 кусочек торта стоит 20 гиппиков, а 1 стакан чая – 10 гиппиков. Как нам решить двумя способами данную задачу? Первый способ. Два ученика 2 куска торта, то есть мы 20 умножим на 2 и получим 40 гиппиков. Это у нас 2 кусочка торта. Затем 2 ученика купили 2 стакана чая. 10 умножить на 2 будет 20 гиппиков. Это у нас за 2 стакана чая они заплатят. И всего 40, прибавите 20, 60 гиппиков. Это они заплатят денег. Всего. Общим выражением можно записать. 20 умножить на 2 и прибавить 10 умножить на 2. И мы получим 60. А как это записать? Вторым способом. Верно, ребятки. Можно 20 прибавить 10 в скобочках и умножить на 2. 20 прибавить 10 – 30. И умножить на 2 – 60 гиппиков. Сколько всего денег заплатили ученики? Ученики заплатили 60 гиппиков. А теперь, ребятки, возьмите листочек и ручку, запишите. На странице 120 закончите задания 1 и 3. А на странице 121 выполните 1 и 2 задания. А мы с вами прощаемся. Наш урок закончился. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...